Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами заканчиваем главу, раньше их читали мы вместе, Бахар Бехукатай, сейчас вторая глава Бехукатай, и в ней парочка очень важных проблем скрываются. Одна из них это недер, это клятва принести жертвоприношение, ну то есть выкупить душу какого-нибудь человека, и там очень сложная концепция, зачем это нужно делать. А вторая первый раз встречается и потом будет повторяться в книге о дворим, целые главы с 28 по 30 главу будут такого же характера, чуть более развернуто, будет рассказываться о благословениях и проклятиях. Вот мы сегодня чуть-чуть коснемся этой темы, потому что раскрыть ее совсем мы не сможем, потому что наше мышление отличается от мышления средневекового, а то в свою очередь отличается от мышления Древнего Востока. Ну, давайте начнем потихоньку. И первое, на что мы должны обратить внимание, о том, что благословение и проклятие – это не нечто особенное, это норма жизни Ближнего Востока 3-4 тысячи лет назад, может быть и больше, я уж не знаю, по крайней мере у нас остался список закона Лепит и Штар, это шумерский, то есть это уже 5 тысяч лет назад, это шумерский, в котором указаны благословения для тех, кто будет соблюдать эти законы и проклятие для тех, кто их не будет соблюдать. Очень известные всем законы Хамурапи написаны точно так же, то есть пишутся законы, немножко какое-то эхо похоже на законы Торы, но совершенно другие, потому что в Торе появляется равноправие, в Торе появляется сострадание, в Торе появляется справедливость, не только вот с точки зрения социума, справедливость такая божественного, общего порядка, глобально, если можно было так сказать. Но вот форма все-таки соблюдается, форма общая для Ближнего Востока и говорится о том, что, я имею в виду в законах Хамурапи и в Хецком договоре, везде, где мы находим, мы находим письменные какие-то источники, мы находим о том, что делятся такие вот, как говорят, что даже писались на разных половинках, то есть закон, а потом как бы расходилось на две половиночки, вот на одной написаны были благословения, на другой проклятие всем, кто нарушит и благословение всем, кто будет его соблюдать. То есть даже между двумя царями, если это был мирный договор, просто не воевать, вот подписывали договор и дальше благословение и проклятие, это было нормой жизни. Поэтому, когда мы встречаем его в Туре, мы должны с вами задаться вопросом, есть ли различия в характере, я имею в виду, может быть, в сути, может быть, в цели благословения и проклятия. Вот мы попытаемся немножко рассмотреть. Если, например, в законах Хамурапи мы читаем непреложно, неизменно, обязательно с необходимостью будут наказаны преступники и будут процветать следующие этому закону, то мы с вами вдруг почувствуем, увидим, что эти законы написаны царем, они написаны человеком. Причем, когда он говорит о том, что будут наказаны, он имеет в виду просто исполнительную власть. Он имеет в виду, что если ты не будешь слушаться, я прикажу, тебя поймают, тебя схватят, тебя осудят, тебя накажут. А если ты не будешь их нарушать, ну, ради бога, живи дальше. То есть вот это предполагает благословение. То есть то, что вот тебя не будут мучить налогами, ты послушный законопослушный гражданин. В Торе, вот комментатор Бернард Бандерк, это Равин, он пишет о том, что Тора не следует ни одному из этих принципов восточных, потому что у нее есть нюансы. Первое, первое, оговаривается, что человек делает выбор. Выбор – ключевое слово. И страдание не потому, что тебя царь накажет. Он, естественно, он Равин, он говорит, что и Всевышний. Мало кто верит в такого Всевышнего, который сидит где-то на небесах, смотрит вниз и недовольно стучит и говорит, вот я тебе, вот я тебе. Или наоборот, что-то так вот сыплется из его щедрой руки. Уже давно как-то так люди переосмыслили, как же осуществляется благословение и проклятие. И поэтому в Торе это упор делается на твой выбор. И Бамбер говорит о том, что человек страдает от последствий своего выбора, если он его сделал неправильным. Если он сделал неправильный выбор, он страдает от последствий своего выбора. Он наказан сам собой, он наказан, а не какой-то сложный механизм, когда вмешивается рука Всевышнего. Вот часто, разные бывают, конечно, и Равины, и мыслители еврейские. Кто-то говорит так, кто-то говорит так, но большая часть склоняется к тому, что страдания – это последствия неправильного выбора. Несколько комментаторов в том числе будут именно так понимать. Последствия выбора и есть страдания. А процветание – это тоже последствия выбора. То есть ты пошел правильным путем, естественно, у тебя сложатся вокруг какие-то обстоятельства, которые тебе помогут. И вот в нашей главе 26-й по 38-й, то есть 35 пасуков процветание обещают, мир, безопасность от зверей, победу над врагами для тех, кто следует закону, голод, болезни, неурожай, гибель, скота, детей для неисполняющих закон. Но действительно ли Бог наказывает приступивших закон? Учит ли действительно еврейская традиция, что нация ли или каждый в отдельности ли наказан за неправильный выбор? Ну, например, у нас есть с вами наказан целый народ за неправильный выбор, как объясняют потом наши раввины и комментаторы. Например, это Вавилонский плен. Мы уходим в Вавилонский плен и объяснения, которые дают уже в Толгуде, когда появляются мидраши о том, как люди себя вели во времена первого храма, как нарушались и десакрализовались законы, то за такое поведение, то есть за такой неправильный выбор можно было получить наказание. Но если мы говорим о том, что это страдание от последствий нашего же выбора, тогда получается, что когда мы выбираем такое поведение, как описывается, например, жена Калева, а он был священником в храме, жена Калева в Йон-Кипур шла босиком, это мы сейчас носим не кожаную обувь, а раньше ходили босиком, снимали любую обувь, ходить по камешкам, да еще и с неженными ногами, конечно, это очень больно. Так вот, в Толгуде написано, что у нее было несколько ковров, когда она проходила через два-три ковра, те, что она миновала, переносили бегом вперед и опять выстилали перед ней, то есть она шла босиком, но она шла по коврам, и говорят, что это большое лицемерие, и вот гнев Всевышнего на, ну, таких поступков описывается достаточно много, гнев Всевышнего, так сказать, наказал целый народ, весь народ, потому что многие в то время именно так грешили, вот лицемерием в том числе, или едовом поклонничеством в том числе. Я имею в виду, это десакрализация службы, и это десакрализация божественных законов. И может быть, действительно, рука Всевышнего, как наши мудрецы, и так видят проблему, но мы можем с собой, ну, с другими, согласившись с другими мыслителями, мы можем представить себе, что же становится, каким становится общество, которое вот в трудную минуту должно консолидироваться и противостоять врагу, в данном случае Новоха Доносова, каким это общество может быть, сплоченным, не сплоченным, доверяет оно власти, не доверяет оно власти, доверяет оно своим священникам, если они видят, что жена священника ведет себя таким образом. Нет, наверное, нет. И тогда сама нация становится слабой. Это как раз и есть последствия ее нации выбора. Каждый в отдельности, в то же время все вместе, нарушая законы, извращая законы, ослабляет сам себя. То есть вот нация ослабляет саму себя. И мы должны с вами рассматривать с двух сторон и прямое вмешательство. То есть мы можем предположить, что вот наказание, как вызов, прошу прощения, он говорит, я нашлю на вас, когда он угрожает ассирийцами, он говорит, я нашлю на вас народ, которого вы не знали, и поживут они вас острием меча. То есть это вот прямое вмешательство. То есть я насылаю, я говорю, кому и когда приходить, а потом я их наказываю, если они заигрываются в эту игру. И вот современный капиталатор Барук Левин говорит, два главных принципа в Торе, и первый из них – это все-таки свобода воли или свобода выбора. Первый принцип важен, когда мы только подходим к награде и наказанию, сначала все-таки ключевое слово – свобода воли, свобода выбора. Нам дается, как Всевышний говорит, выбери же жизнь. Я даю тебе сегодня жизнь и смерть, выбери же жизнь. Ну то есть он советует, он не заставляет, но он советует, выбери – это мои законы. И только потом появляются последствия свободы воли, последствия свободы выбора, появляется награда и наказание. Раби Хама Барханина продолжает, опираясь на эти принципы Тора. Вот это мысль, которую мы должны увидеть внутри награды и наказания. Тора, она уже награда, мы часто об этом говорим. Тора дана была, чтобы защитить человека во время выбора, когда он этот выбор делает. Тора призвана защитить человека от ецара или от неправильного выбора. То есть в данном случае получается так, если ты будешь следовать этим законам, то, а если не будешь, то. Так вот, ведь сами законы, увы, и бережи жизнь, они для этого. Тут не совсем автоматическое, помните, как там все в Ближнем Востоке, не совсем автоматическое. Исполнение законов и есть обещание процветания и отдаления от страдания и боли. Но так будет не всегда, и поэтому мысль правильная, мысль хорошая. Если мы ее усваиваем, то мы начинаем поступать правильно, опираясь на Тору. Но ранние раввины рассказывали еще более интересно, красивая, красивая притча. Это Медраша Гада о том, что случилось так, что мы только что ханину читали о том, что для защиты от ецара. И вот рассказывает историю. Один человек упал за борт корабля, и капитан бросает ему конец каната, конец веревки и говорит ему, кричит, или говорит ему, держись за нее крепко, не бросай, если отпустишь, потеряешь жизнь. Мы все можем представить себе эту картинку, этот несущийся корабль парусами, и человек упавший, и держится он крепко за эту веревку, и пока он ее не бросает, он остается в живых. Вот аллегория, которую наши Медрашисты, наши ранние раввины придумали для Торы. Она очень хорошо доходит до нашего сердца. Мы держимся как за веревочку, мы держимся за законы, соблюдаем их, и они помогают, защищают нас от неправильного выбора нашей дурной склонности, ецара. И поэтому, пока мы не отпускаем, отпустили, и корабль ушел. И мы тонем в водах. А воды, мне очень понравилось когда-то выражение, сравнение о том, что водой можно назвать учение. И очень часто у нас сравнивают Тору как с чистой водой, остальная вода нечистая. Но есть вообще выражение, учение как вода, любое учение как вода, только одна вода бывает опасной, другая вода бывает целительной. Так вот, если не на что опереться, если не за что ухватиться, если нет вот этих законов, за которые ты душой своей цепляешься, верой своей цепляешься, то когда ты попадаешь в учение, разные учения, то философское какое-нибудь учение, то там и может быть какое-то другое, особенно сейчас по миру огромное количество всевозможных сект разного толка, какие-то мистические, полумистические, 19 век весь этим пронизом, то ты начинаешь в них тонуть. Ты начинаешь в них тонуть. Потому что Аристотель прав, и Платон прав, а где же правда, а где же действительно истина, они не похожи друг на друга, они по-другому размышляют, ну и тот прав, и тот прав, и получается, что ты, и опереться не за что, ты начинаешь либо тонуть, либо верить, но верить лучше в то, то, что уже проверено и дано нам божественным проведением. Закон защита. И как же тогда задают вопросы наши, ну мы же тоже не слепые, мы же видим, что иногда люди хорошие, добрые, отзывчивые, щедрые, они страдают, наравне со всеми остальными они страдают. То есть вот если из всех людей там, вот знаешь ты 100 человек, и вот один очень хороший, очень правильный, тебе нравится с ним разговаривать, тебе нравится, он помогает всегда, когда нужно, и ты видишь, что он не самый богатый, он не самый здоровый, он не самый, не самый, не самый, не самый, может быть даже иногда ему хуже, чем всем остальным. Как же так? Как же так? Если в Туре вот так написано, что будет награда какая-либо, какая-то. Раби Элизар бен Шимон говорит, мы должны, то есть в данном случае норовоучение, в данном случае норовоучение, что бы со мной сейчас не случилось, это чуть-чуть абстрагирование такой, это не то чтобы сублимация, но это из таких концептуальных размышлений, а почему так справедливо, почему так несправедливо, почему, например, негодяй не наказан, а ты сейчас размышляешь о себе, вот это сублимация, то есть от общего ты приходишь к частному, и он говорит, Раби Элизар говорит, что ты должен рассматривать себя, это мы часто говорим в Рожа Шана, в Йом-Кипур, об этом размышляем, что ты должен себя ощущать и рассматривать как наполовину правильным человеком, правильным человеком, то есть ты делаешь что-то правильно, действительно, не может быть, чтобы ты этого не делал, и наполовину провинившимся, не то чтобы там грешник, грешник совсем, но провинившийся, то есть приступивший закон, что-то не сделавший, что-то не исполнивший, что-то по неведению там произошло с тобой, но ты должен вот на чем сконцентрироваться, каждый твой следующий выбор, а мы выбор делаем все время, мы делаем выбор все время, это нельзя сказать каждый день, это можно сказать каждую минуту, может быть, не такие большие выборы, но все равно мы делаем, и ты должен думать о том, что каждый твой следующий выбор склоняет чашу весов то в одну, то в другую сторону, то есть тебе в голову пришла какая-то не очень хорошая мысль, гони ее, потому что в этот момент у тебя твой путь может привести тебя к наказанию, к страданию, к боли, поэтому ответственность перед каждым вот сейчас наступающим выбором, считай, что ответственность перед каждой минутой или каждую минуту твоей жизни, на тебе ответственность, куда ты можешь пойти, хочешь избежать, поступай, ну, хотелось бы правильно, не можешь, значит, ты должен, ты должен согласиться, что ты можешь из-за этого пострадать, согласно раби-ханине, страдающий сделает неправильный выбор, даже если он, вот это совсем другая, согласно раби-ханине, если мы вернемся к раби-ханине, страдающие сделали неправильный выбор, то есть, если человек страдает, он уже сделал выбор, это, кстати, в человеческом характере, это часть человеческой природы, искать причину своего страдания, у нас целая книга посвящена этому, это книга Йов, когда по воле Всевышнего, это его волоколе, Йов лишается всего, осталось только, Всевышний говорит, оставь ему только дыхание в ноздрях, осталась только жизнь, вот способность дышать, он болен, он в пыли, он сидит на перекрестке двух дорог и вопрошает Всевышнего, за что я вот так страдаю, это часто бывает, и поиски собственной вины, они совершенно оправданы психологически, потому что хуже, хуже, если мы будем искать виновника вовне себя, это уж совсем плохо, это значит, что мы не хотим признаться, это значит, что мы хотим по-детски сказать, это не я, мы хотим сбагрить, перенести вину на другого человека, обстоятельства, государства, кого угодно, это не я, это они все виноваты, а я-то как раз молодец, ой, ну это самое, наверное, простое и самое неправильное решение проблемы, самое неправильное, мне нравится не совсем наша мысль, а это восточная, но звучит так, искать истину вне себя, вот истинная глупость, вот в данном случае это поиски виновного или поиски вины, и вот книга Йова вся пронизана этим, и вот Рабиханина говорит, что страдающие сделали неправильный выбор, даже если они не понимают где, какой, когда они сделали неправильный выбор, и Йов говорит, скажи за что, может быть мои дети что-то сделали, а я не знаю, то есть ты наказываешь меня, расскажи за что, это книга кризиса веры, кризис веры наступает в тот момент, когда на народ не на одного человека, хотя это и очень личное может быть, кризис веры наступает, когда сыплются несчастье за несчастье, это может быть частые продолжительные засухи, это может быть отсутствие государства, потому что ты являешься вассалом какого-нибудь какого-нибудь правителя, ты платишь ему все свои доходы, почти отдаешь, все налоги идут не на твою страну, а на чужую, и вот в этот момент, когда человек устает, когда это длится долго, и он устает в этот момент, он может задать вопрос, слушай, за что? Что я сделал такого? Может быть, мои предки натворили, но ты же уже нас наказал, за что ты тысячекратно, это цитата из пророка, за что ты тысячекратно наказываешь нас? И вот в этот момент нужно собраться, нужно собраться и пересмотреть свое отношение вот к наказанию и награде, ты должен понять, где и когда, не понимается, не понимается, я вспоминаю и не помню, я не могу представить, когда это было, давно, недавно, где я ошибся, иногда ведь человек неосознанно это делает. Хорошо, если все-таки он мудрец, а ройн-алад, и он видит причины того, что происходит, а если он просто обыкновенный человек, он может сказать, слушай, я не знаю, я не знаю, но мысль Рабиханина, она такая, что это значит, что он когда-то сделал, просто не знает, когда. Это выход. Люди, ведь наши комментаторы, Равины, ищут выход из положения, когда нам кажется, что наказание несправедливо, нам кажется, мы высказываем свое мнение, нам кажется, что награда недостаточно для хорошего человека. Я не говорю сейчас про себя, он не рассуждает, просто глядя на людей вокруг, и вот Рабиханина пытается так найти компромисс, сказать, согрешил все-таки человек, просто он не осознает. Это неосознанный грех. Дальше, начиная со времен Толмуда, трактатки души, сороковой лист, и вот Иосиф Альба продолжает эту идею в своей книге Сефер и Кейрим о рассуждении вот какого порядка. Бог распределяет или вот раскладывает такое слово, распределяет, растягивает то там, то там. Это не то, что на тебя сваливаются, а время -то не случается так, а случается так, случается так, а случается так. То есть награды и наказания бывают небольшими и чередующимися. И вот он говорит, Толмуд говорит, Толмуд Бавли говорит о том, что Бог распределяет духовные и материальные, в том числе, награды, не только в течение этой жизни. Вот когда раннее, самое раннее, еще даже трудно его назвать средневековьем, но вот эпоха Толмуда, когда люди впервые, пройдя испытания вавилонянами, персами, греками, небольшой островочек нашего, нашей победы Хашманаим, нашей победы греко-сирийской империи, против греко-сирийской империи, а потом опять приходят римляне, и люди устают. Это же столетие, и люди устают и начинают искать опять-таки компромисс, как же с наградой и наказанием, и тут плотно, очень плотно в обиход входит понятие ламаба. Вот его раньше не очень-то использовали, особенно в письменной торе, оно как-то так не очень звучит, ну, кроме двух-трех, двух пророков и трех там мест, когда говорится о том, что вот будет воскресенье, будет вознаграждение, будет новая земля, будет новое тело, будет новое что-то, новая жизнь, и вот такие обещания, это еще надеются, что это будет вот тут, на земле, а потом переходят в другое качество. Нет, это не про сейчас, это про потом. Будет новая земля, это после прихода шаха. То есть, награда и наказание немножечко оттягиваются во времени, потому что в реальной жизни их трудно понять, я не говорю не видно, я говорю, что трудно понять, трудно понять за что, трудно понять в какой мере, трудно понять, и потом говорят, нет, 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 это не только в этой жизни, в течение этой жизни, но и это в алам-габа, это в будущем мире там может быть и все чаще туда откладывают там может быть будет награда ну то есть не может быть а точно потому что майманит на своих своих принципах а это 11 12 век 12 конец говорится о том что 13 принципов веры и там написано я верю полной полной верой о том что всевышний осуществляет награды и наказание делает награды и наказание вот если ты в это не веришь что ты выпадаешь из религиозного мышления то есть верить в то что это будет обязательно будет потому что вот эти не его рукой но всеми обстоятельствами которые ты которыми ты окружен после своего выбора то с тобой это случится вот в это надо верить но чтобы облегчить этот путь наши раввины оттянули отодвинули награду и наказание если ты не видишь в этой жизни то уж точно увидишь их и точно встретишь их в следующем следующей жизни в следующем то есть жизни после смерти окей это хорошая мысль потому что она утешает людей особенно особенно в тех обстоятельствах когда практически выхода не видно и когда несчастье как я уже говорил сыплются и сыплются на тебя и в этот момент да у меня будет или у нас будет или у них будет но это это в другом в другом качестве и шульвайс харальд раввин харальд шульвайс говорит а вы знаете если человек страдает в отличие от ханины если человек страдает это вообще не значит это не значит что он согрешил это не печать греха на нем а что же это тогда это знак чести знак почета которую всевышний дает праведнику страдающему правительству он он праведник страдает и это и это знак того что он избран для того чтобы наследовать аля маба будущий мир он наследует это значит то есть теперь я воспринимаю ой хорошему человеку плохо как же ему должно быть потом хорошо как же сколько же нужно ему сделать добра чтобы окупить его несчастную жизнь а вот какой у него будет и мы смиряемся это примеряет нас с тем что мы видим и дает то что мы не видим но утешаемся в том что что это честь вот ему оказана честь появляется это мои личные в так сказать привязанности или непривязанности появляется такой термин то появляется на времена опять-таки талмуда появляется исурин ми агава исурин это страдание агава это любовь любовь может подтолкнуть всевышнего то есть любовь именно к этим людям подтолкнуть всевышнего потому чтобы он давал им страдания потому что вот потом будут очень большие заслуги а что если человек просто прошу праведную жизнь а ему будет меньше дано он прожил праведную жизнь и что он там аля маба будет меньше испытывать счастье и радости единение со всевышним то есть аля маба у что имеет градацию мне не очень самому нравится эта идея я не люблю выражение сидеть у подножья трона во первых она аллегорическое во вторых ну не дай бог еще там толкучка нетушки тут что-то должно быть вот особенное но вот исурин мега мега такой термин был введен в утешение тем кто страдает утешение тем кто страдает но я хочу закончить рассуждение на эту тему вы понимаете что это очень тяжелая тема и мы не можем ее как наши мудрецы и не вскрыли ее до конца она так и остается так сказать очень очень двоякой то ли это его рука то ли это обстоятельства то ли он хотел это то ли он не хотел то ли он наказывает то ли он награждает страданиями а что ж тогда такое награда если не валя маба в этом мире ее бояться надо то есть вы понимаете что это очень трудно но тут в конце мне бы хотелось поговорить о клоде монтифьори мыслитель меценат внук тоже монтифьори он он много размышлял много писал и вот что интересно это фраза одна фраза но она очень глубокая она правда очень глубокая и первое первое вот если мы построчно буквально пойдем и посмотрим его фразу она такая страдания выявляют характер я уже приводил разные примеры о том что люди о господи страдают это ведь совершенно условно люди живут хороших условиях люди имеют достаток имен достаточно пищи достаточно одежды ну не богаты но там не не в роскошных квартирах живут и они все время прошу прощения за терминологию но они все время ноют они все время жалуются потому что наверное они все время завидуют у кого-то лучше и он не может простить он не может побороть свою зависть и не может простить что у другого лучше он-то себя считает может быть иногда и лучше и поэтому сравнивая с другим он говорит я заслуживаю а у меня нет а он не заслуживает и у него есть и вот такая зависть приводит тому что они жалуются ой они фактически уже страдают не имея боли не имея болячек не имея недостатка голода не зная они страдают вот вам и характер а характер это то что потом дает судьбу мы с вами говорили как-то пожнешь поступок не посеешь поступок пожнешь привычку пожнешь посеешь привычку пожнешь характер а посеешь характер матифьюри сейчас о характере о проявлении характера пожнешь судьбу вот твой характер проявил проявился твой характер и вот твоя судьба нытика при всем достатке мы обычно с вами об этом говорим когда Народ Израиля ныл в пустыне, что у него нет чеснока, что у него нет мяса, рыбу, которую до столь ели. Он питается маном, на нем не снашивается одежда и обувь, и он ноет, и он плачет, он жалуется. Ах, как на него сердится Бог за это бытье. Страдания потом опускаются на народ. Они сами вызвали это страдание. И вот выявление характера. А есть люди работящие. Он очень мало зарабатывает. Он живет от зарплаты до зарплаты. Я помню эти времена, когда все таким трудом давалось многим людям в Советском Союзе. И он честен, он добр, он отзывчив, все у него в порядке. Но он, так сказать, очень прижимисто вынужденно живет. И может быть иногда даже кто-то и болеет. Может быть иногда какие-то неудачи. Какой-нибудь начальник бестолковый на работе, который все время его ругает ни за что. И ты думаешь, ну вот человек, ну я бы взвыл, глядя на него, я бы взвыл, я бы ушел уже давно, я бы уже бросил все это и так далее, и так далее. А он нет. Он улыбается. Он идет на работу с удовольствием. Он жену любит. Он детей вокруг него. Они его обожают. И пусть немножко ест, но с удовольствием. Гасамея Мехелько. Счастлив своему делу. Вот вам и характер. Один ищет несчастье в повседневной жизни. Другой счастлив в такой же повседневной жизни, а может быть даже и хуже. Вот и характер. И Мактефьори говорит, страдания выявляют характер. Но это первая половина фразы. Вторая половина фразы. И закаляют его. Или он говорит точнее слово, развивают его. То есть он говорит, что страдания – это еще и учебник. Как мы из них выходим? Что мы оттуда выносим? Вот результат. Вот что может стоять за страданием. Мы как-то с вами упоминали. Это отдельный разговор, отдельная история о том, что и богатство, здоровье, карьера, и болезни, нищета, неудачи. И то, и другое – не награда и не наказание. Это и то, и другое испытание. Что? Каким ты выбьешь? Что ты вынесешь оттуда? Каким ты выйдешь? И сколько не выдержали испытания богатством? И сколько человек не выдержали испытания славой? Мы просто стали. Ужас. Разговаривать не хочется с этими людьми. А сколько не выдержали власть, приходит нормальный человек к власти и вдруг становится монстром. Монстром. Параноиком. Это тоже бывает. В общем, это что вынесешь? Кем выйдешь? Каким выйдешь из своего испытания? Но можно и бороться, драться за свою жизнь. Можно преодолевать все трудности и выйти совершенно другим характером. Не только радостным, вот как тот работяшка, честный человек. Но еще и могут появиться новые качества характера. Вот Монтефьюри говорит, что с одной стороны проявляет характер. Ты видишь, какой он по-настоящему этот человек. А с другой стороны еще и закаляет, формирует этот характер. И он дальше перечисляет. Они страдания создают условия для многих добродетелей. Это не значит, что это хорошо. Это значит, что это можно использовать. Например, как? Какие добродетели? Первое – покорность и смирение. Что такое смирение? Это умение принимать его приговор. Мы с вами говорим, что если мы слышим, что кто-то из знакомых, близких, там нам умер человек, первое, что мы говорим – «да я на имет». «Бау да я на имет». То есть судья правильный. Нам очень не хватает этого человека. Мы очень будем потом плакать о нем. Но мы согласились. Господи, я не вмешиваюсь в твое решение. Несмотря на то, что иногда умирают молодые, иногда умирают дети, иногда умирают самые близкие. Нет, мы говорим – «да я на имет». Это как раз и есть принятие. Покорность его воли. Третье, что он говорит – вера. В данном случае, вы знаете, мы об этом уже говорили, в иудаизме не употребляется слово «вера». Веришь ты или не веришь. Во очевидное нельзя не верить. Вот как мы говорим «альшема шамаем», то есть «во имя небес». Что-то мы делаем во имя небес. Почему небо, а не во имя Бога? Что-то не ради Бога, а во имя небес. Потому что небеса всегда, выгляни в окошко, в любое время дня и ночи, с облаками без облаков, со звездами, с солнышком, они всегда есть. Точно так же и Всевышний. Он всегда есть. Не его не надо верить. А вот доверять ему, как говорил, это формулирует Бубер, Мартин Бубер, современный, ну то есть 20 века философ, теософ, он говорит, что богодоверие, вот доверять Богу, вот что такое по-еврейски верить. Доверять, что он делает, хочет тебя лучше, и доверять тому, что он уже дал тебе, то есть Тору в данном случае. Если ты ему доверяешь, ты будешь делать Тору, ты не будешь хотеть убивать, ты не будешь лгать, ты не будешь копить злоба на своего брата. Так в Торе написано, ты ему доверяешь, что если ты этого делать не будешь, тебе же будет лучше. Ты сделаешь из себя что-то то, что похоже на то, как он тебя задумал. Окей. Вера, укрепление веры в смысле доверия. Что еще дают страдания? Отвага и мужество. Один человек начинает, так сказать, вытирать нос, слезы, опускает руки, расстраивается, сидит и так меланхолически переживает ожидание годов. А другой человек говорит, ничего, я признал его приговор, я согласен с тем, что он хочет мне давать и дает, и я теперь буду делать еще лучше то, что я делал раньше. И вот эта отвага и мужество, само желание преодолеть или заслужить, вот через это заслужить все-таки его одобрение. И это как молитва. Смелость в данном случае, как молитва. Господи, помоги мне, дай мне силы. Мы просим очень часто, дай мне силы. И укрепляем свои силы. То есть отвага и мужество проявляются в характере человека. Он проходит через испытания, как люди послевоенного времени, как люди тяжелых, тяжелых климатических потрясений, там будет и землетрясение, или там град, или наводнение. Вот люди выходят оттуда мужественными. Еще одно интересное. Монтифери замечает находчивость. Окей. Как говорят французы, ой-ля-ля, мне плохо. Вот. Поэтому, а дай-ка я найду, как отсюда выйти. И появляется находчивость. И так попробовал, и так попробовал, и так попробовал. Раз и получилось. Да, может быть, он именно этого и хотел. Может быть, он хотел, слушай, ну что ж ты спишь? Под лежачий камень вода не течет. Что ж ты спишь? А теперь попробуй выкрутиться. Ага, молодец, 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 молодец. Вот тебе. Вот тебе. Ну, не так буквально, как его рукой. Но ты меняешь обстоятельства своего выбора. Ты делаешь другой выбор. Еще одна еврейская. Еще одна еврейская концепция, концепция очень важная. Если ты наказан, это не значит, что ты навсегда наказан. Это не давлеет над нами. Потому что мы совершили чулу. Мы совершили раскаяние. Мы сказали, что мы вот дальше больше так делать не будем. И получаем искупление. Вот и судьба поменялась. Должен был страдать, и вдруг изменилась к лучшему. Почему? Ты сделал правильный выбор. Ты совершил раскаяние и заслужил искупление. Это еврейское. Очень еврейское. Это ключевое, наверное, слово еврейской религии, джува. Наохочевость, изобретательность. Ну, естественно, это. Потом дальше выносливость, терпение, прочность, стойкость. Вот когда на тебя сыплется, ты преодолел одно, второе опять преодолел, третье опять преодолел. И тогда ты понимаешь, насколько же ты силен, насколько ты можешь противостоять. Заслуживает еще и поощрения. Стойки упорны, знающие, куда он идет. Помните, когда Всевышний говорит, трусам, которые побоялись идти в землю Израиля, послали разведчиков, и те тоже струсили, почти все там двое, двое были смелыми, и сказали, нет, мы не пойдем, там великаны, они нас едят. И Всевышний сердится на них, говорит, вот вы все останетесь в этой, то есть все нерешительные, нестойкие, не смелые, вот все останетесь здесь, потому что такие, такие не заслуживают награду землей обетованной. А вот ваши потомки, которые вырастут, стойки ли в пустыне, вот они будут достойны того, чтобы Йошьо Абиннун завел их в землю обетованную. Стойкость, стойкость, это то, что страдания помогают нам приобрести. И он заканчивает о том, что страдания стимулируют и очищают. Ребятушки, я не совсем про нас с вами разговаривал, хотя специально апеллировал к вам, как к каждому человеку. Я сейчас говорю о еврейском народе. Вспомните нашу историю. Что мы приобрели благодаря испытаниям, которые он нам дал из страны в страну, от одного несчастья к другому. Потом небольшие успехи опять выгоняет из Испании или будь это, или из какой-то другой страны, из Германии, там юга, из Баварии. И это не важно, откуда и как. Но факт тот, что нам не дают покоя. Нам не дают покоя. И поэтому в еврейском народе собраны в характере все то, что я сейчас перечислил. Недаром Мартефьори перечислили. Именно так. И стойкость, и предприимчивость, и вера, и отвага, и покорность, и смирение, и прочность, и стойкость. Нас воспитывают, все время воспитывают. Потому что Всевышний сам говорит, вот вы придете в страну обетованную, вот вы придете туда и отучнить сердце ваше и забудете в Бога своего. И он предрекает, когда у человека все совсем в порядке, время от времени все-таки мы знаем, что это вот череда полос, черное и белое. Мы знаем, что никогда не бывает навсегда плохого или навсегда хорошего. Шуток на эту тему огромное количество. Но самое главное, что в тот момент, когда нужна мобилизация нашего характера, нужна мобилизация, еврейский народ уже очень давно подготовлен к этому, начиная с пустыни, потом все наши воины, все достижения, которые были. но, в общем, закалялся, вы знаете, закалялся характер именно вот с помощью его таких вот чередований полосы удач, полосы неудач, не дает нам спать, не дает нам отучнить сердцем. Ладненько, это мы только коснулись темы. Тема очень серьезная, очень трудная для разрешения, но размышлять о ней нужно все время. И особенно, когда дело касается в том числе и нас. Да, история еврейского народа нас учит, а наша история тоже учит. Посмотри, как было и учись. Что было однажды, то будет и дважды, поэтому ты должен быть готов. И мы справляемся. Мы справляемся, да Бог, со всеми неприятностями все равно справимся. Вот, скажи маме. И большое спасибо за внимание. Тогда прощаемся с вами до следующей главы. До свидания. Сашечка, спасибо большое. Здесь вопрос есть один маленький. Можно? Да, я же не могу открыть. Я увлечен с рассказом, да. Страдания имеются в виду не только физические. Конечно. Ну, сто процентов. Естественно. Конечно. И когда я говорю, когда я говорю вот о нэтиках, например, у них-то физических страданий нет. Тогда какие же, какие же не нашли страдания. У них страдания от зависти. А это уже духовного порядка, это уже этического порядка. И они страдают по-настоящему, они ноют по-настоящему. А не физика? Нет, естественно, конечно, нет. Конечно, моральных страданий столько же, сколько там же. Вот мы сегодня упоминали о том, что духовные и материальные распределены по жизни равномерно. И не только в течение жизни, но и после этого. Имеется в виду и духовные, и материальные. Духовные в том числе. Конечно, страдания там тоже. Спасибо. Хорошо. Все. До следующего вторня.